Следствие и Федеральная комиссия МВД оценят действия владимирских полицейских, ловивших нарушителя живым щитом из машин обычных граждан. В итоге водитель Лихач протаранил один из автомобилей. Случилось это в выходные у поста на подъезде к Юревцу. Подробности в материале наших коллег. Губерния 33. Эти молодые люди, ехавшие из Владимира, оказались в ловушке. Их остановили сотрудники ГИБДД. Но не для того, чтобы проверить документы, а чтобы задержать нарушителя на белой шкоде Рапид. Вот инспектор расставляет машины в шахматном порядке. Он показывает, кто и где должен встать. Нарушитель на белой шкоде протаранил живой щит и, как ни в чем не бывало, поехал дальше. И лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. А ведь в одной из машин, которую протаранил гонщик, находился ребенок. Это видео одного из очевидцев, выложенное в социальной сети, сегодня обсуждает вся Россия. Имели ли право сотрудники ГИБДД выставлять на пути нарушителя живой щит? Или, как они утверждают, всего лишь перекрыли движение на трассе М7 «Волга» в районе Юревца. ЧП произошло 9 февраля. Нарушители заметили еще в Коврове. Водитель на белой шкоде вел себя странно, перестраивался из ряда в ряд, выезжал на полосу встречного движения, не останавливался на требования сотрудников полиции. За ним гнались до Владимира 80 километров. И вот как в полиции прокомментировали задержание гонщика. По ходу движения транспортного средства водитель допускал столкновения с движущимися в попутном направлении автомобилями. Совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель не реагировал. Применение сотрудниками полиции специальных средств или огнестрельного оружия было невозможно в условиях плотного транспортного потока. С учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в городе Владимире сотрудниками полиции было перекрыто движение транспортного потока. Автомобиль удалось остановить, однако при попытке сотрудников полиции проникнуть в салон транспортного средства водитель резко возобновил движение. Остановить лихача удалось лишь у Лакинска спустя 25 километров. Очевидцы сообщают, по пути нарушитель совершил еще несколько столкновений. И только когда его белая Шкода заглохла, он был задержан. После этого молодой человек пожаловался на провал в памяти. Ни нарушений, ни погони, ни столкновений с другими автомобилями он якобы не помнит. По его словам, очнулся, когда на руках защелкнулись наручники. Выяснилось, что задержанный родом из Волгограда. Ему 29 лет, работает таксистом, машину купил отец. Ранее он неоднократно нарушал правила дорожного движения и даже был лишен водительских прав. Экспертиза показала отсутствие у молодого человека признаков алкогольного или наркотического опьянения. По ходу движения вас останавливали сотрудники полиции. Вы помните этот момент? Я эти моменты не помню. А что может быть причиной отсутствия? Без понятия. Я повторю вопрос. Вы осознавали, что совершаете противоправные действия? Я не помню. Я помню только тогда, когда я заехал на АЗС после Греховца. Больше у меня память восстановилась тогда, когда меня приковали к машине, к двум дверям. Память на этом восстановилась. Резонанс эта история получила в результате действий сотрудников госавтоинспекции. Региональный следком проводит собственную проверку по происшествию. Сейчас следователям СК России получены все необходимые материалы, в том числе видеозаписи с аппаратов регистратора, которые детально изучаются на предмет оценки адекватности поведения сотрудников ГИБДД, которые действовали в экстремальной ситуации. И, конечно, одновременно мы будем давать оценку и ситуации, связанные с обстоятельством применения насилия к представителям власти. Я думаю, что наши телезрители понимают, о чем идет речь, поскольку на видео, которое разошлось по социальным сетям, после остановки автомобиля Шпода видно, как он резко трогается с места, и один из сотрудников полиции чуть не погиб. Мы должны прийти к абсолютно объективным выводам о наличии или отсутствии в действиях сотрудников полиции, в частности, состава преступления, предусмотренного статьей 286, превышение должностных полномочий. Владимир Александр Акопов не смог стать в стороне, поэтому подготовил жалобу в прокуратуру по поводу случившегося. Намерение одно — получить правовую оценку инцидента. Я озабочен этим, потому что просто невнодушный человек и не хочу в следующий раз со своей семьей оказаться в таком живом щите, который организуют наши сотрудники полиции. Сами представители ГИБДД «Живой щит» никак не комментируют и говорят о перекрытии движения по обеим полосам. Между тем, похожий инцидент произошел в Москве в 2014 году на МКАДе. Для задержания нарушителя было выставлено несколько автомобилей. В 2010 году там же сотрудники ГИБДД заставили водителей выставить свои авто поперек дороги. Позже перед автолюбителями извинились. Официальное руководство даже обвинило сотрудников госавтоинспекции в непрофессионализме. Пострадавшие автомобили были отремонтированы за счет ГУВД Москвы. Как будет в этом случае, пока неизвестно. Официально в живом щите под Владимиром пострадали 4 автомобиля.